Здравствуйте, друзья! Сегодня 10 июля. Сегодня по народному календарю Самсон сеногной. Почему так называется? Да потому что, в общем-то, с 10 июля начинается самый большой сенокос. Самая горячая пора сенокоса, когда все выходят на сенокос и заготавливают сено впрок. Крестьяне в эти дни особенно молились, прося рьяно, прося святого о хорошей погоде. Солнечные безветренные деньки гарантировали хороший урожай основного корма для своего скота в зимний период. Дожди же не предвещали ничего хорошего. Мокрая сена гниет быстро и, естественно, непригодна для кормежки животных. Но, как заметили крестьяне, в эти дни случаются часто дожди. И заготовленное сено часто намокает и загнивает. И, кроме того, дождь на Самсона обещала еще 7 недель мокрой погоды до самого бабьего лета. Поговаривали, на Самсона дождь 7 недель тоже, так говорили наши предки. Зато ясная погода предвещала 7 недель безоблачного неба. А по состоянию сена судили о будущем урожае. Если на столе зелена, то будет каша черна, то есть имелось в виду гречневая каша. А если сено черно, будет каша бела. Это означало пшеничная каша. В некоторых регионах на Самсона было принято приводить к церкви лошадей и окроплять их святой водой. Это делали перед тем, как повторно распахивать поля, оставленные на пар. Пока же крестьяне озадачены были своим сенокосом. Богатые и зажиточные люди старались проявить щедроту своей души, максимально одаривая. Милостыней как можно большее количество бедняков и нищих. Правда, зачастую это делалось не по воле доброго сердца. Считалось, что чем больше ты отдашь 10 июля, тем больше ты получишь за весь год. На 10 июля были такие приметы. Дождь на Самсона, дожди будут постоянно идти вплоть до бабьего лета. Курчавые облака с 10 июля плывут с северной стороны, будет засух. Если же облака плывут с западной стороны, то будет ненастная погода. Сено зеленого цвета на Самсона будет много гречишной каши. А вот черное сено на 10 июля на Самсон богатый год на пшеничную кашу. Если на листьях конского щавеля появились липкие капельки сока, это примета того, что через два дня пойдет дождь. А если цветы вьюнка неожиданно закрылись, это верный признак, что будет дождь. А еще больше следует уделить внимание 10 июля снам, увиденные в ночь на Самсона. Так, если вам приснился венок на голове, вы обретете славу, но она будет пустой и бесполезной. Пустая бутылка к веселой пирушке. Если вы виски на домах, то к покупкам. Разговаривайте с Богом во сне, соблюдайте осторожность, вас подстерегает опасность. Если девушка во сне сглатывает слюну или испытывает голод, это сулит ей скорую потерю веса. Именины в этот день. Иван, Игнатий, Иванна, Анект, Маркий, Самсон, Север, Лука, Серапион, Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Мартин, Петр. С именинами всех вас! С именинами всех вас!